Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Печуев. Сегодня, надеюсь, у меня не ключит телефон. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, это стимул больше снимать для вас видео. Сегодня у нас такая прогулочка легкая. Все еще тепло, в принципе, на улице, но некоторых уже морозит. В куртках идут, я думаю, вымирает человечество. Слабаки, как говорится, первые помирают. Иммунитет у них подыхает. Так, сегодня у нас тема, которая уже поднимал, ритуалы в день рождения. Какие ритуалы лучше делать? В одном видео я уже раскрывал это, но люди что-то доходят до них, как до баранов. Фу, мошки задолбали. Вот, что же делать именно в день рождения? День рождения, как говорится, да? Ну, у кого в какое время, естественно, это не столь важно. Вот, какой месяц там и так далее. Важно, естественно, я уже говорил, причина исполнения и выполнения их. Любопытных полно людей, поэтому деградация. Так, вот, что же такое день рождения? Да, я уже разбирал, поднимал. Касаемо магов, да, ведьм, всяких там колдунов и так далее. Целителей в кучке всяких жрецов. Это всех касается, у всех одинаково, в принципе. В принципе, чаще что, какие ритуалы проходят? Ритуалы чаще, естественно, на защиту. То есть, это делаются защиты определенные. Иногда всякие могут быть хоть на узы, хоть какие-то ниточки на руке, хоть какие-то обереги, талисманы. Это касается всего. Также это, естественно, поднятие иммунитета, то есть на здоровье. Это не исключено. Так, сбили меня, у нас все спортсменами стали, похоже. Вот, и поэтому, естественно, лучше делать защиты, я уже говорил. Восстановление здоровья. Подходят разные ритуалы. Иммунитет, восстановление иммунитета, поднятие тонуса какого-то там, да, здоровительные, целительные всякие практики. Биоэнергетические прокачки разные, естественно. Также, естественно, подходят именно на какие-то блага. Но не скажу, что прям все ритуалы какие-то, талисманы подходят. Чаще я говорю, это восстановление защиты, да, восстановление иммунитета, восстановление здоровья, восстановление энергетики прокачка. Потому что, я уже говорил, у некоторых в день рождения может падение быть иммунитета, падение здоровья, падение вообще силы магической. У кого-то, наоборот, поднятие, но потом резкое будет падение. Они просто не в курсе, до них не доходит. Кажется, что у них прилив какой-то, а потом все падение. Поэтому можно использовать только на какие-то позитивные ритуалы порчи. В день рождения лучше не делать, потому что были случаи особо одаренных ведьмо, так сказать, которые по кочерыжке своей получали и не понимали, почему это происходит. Поэтому мой совет, конечно же, о, какая роскошная птица. Кукушка, что ли, разжревшая. Вот. Поэтому я советую лучше, естественно, сделать это иммунитет, это здоровье, это защита. Почему защита? Потому что я гуд чаще в день рождения ослабление энергетики. Все защиты как будто падают у многих. Поэтому лучше советую, естественно, защититься какими-то талисманами хотя бы на время. То есть такие, да, недолгие. Никакую чернуху лучше не делать. Ну, тут зависит, конечно же, индивидуально. Если вы черный маг, вы делаете. Но это не значит, что если вы так решили. Просто бывают ситуации, когда человек просто решил так. Вот я буду черным, а я белым. Это не вы решаете, это силы решают. Уже давно объяснялось, но до некоторых не доходит. Потом удивляются, почему черная магия их убивает. И они стареют быстро, они быстро разрушаются. Их иммунитет, как говорится, и организм старше, чем внешнее тело, внешняя оболочка. И удивляются, почему. Это вот потому, что вы экспериментируете с магией, которая вам не подходит. Вот в чем дело. Естественно, ритуалы почувствуете, которые вас привлекают. Не надо чернуху всякую делать, не надо порчи делать, не надо рассорки от вороты делать. Разные. Это будет во вред только-только. Позитивное, что-то хорошее. Это не значит, что какие-то сектантские ритуалы христианства или кого-то еще. Так, тут сейчас мотоциклисты, детишечки ездят, так сказать. Ведок еще тут ландшафт. Так вот, последнее все, что я хочу сказать, это, естественно, еще в этот день. Не пытайтесь магически кого-то проклинать. То есть отсылать какие-то проклятия, какие-то порчи. Злиться, срываться. Иначе это все шандарахнет вам. Потому что я говорю, если у вас, наоборот, понижение энергетики, вам просто шандарахнет, потом вас уже никто спасать не будет, уже трудно будет чиститься. И вы поймете, что почему нужно чиститься, почему защищаться, почему, как говорится, восстанавливать свой иммунитет и энергетику. Ну что ж, на таком красивом пейзаже закончим. Всем удачи, успехов. С вами был Александр Чув. Ставьте лайки, комментируйте репосты. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok